К предстоящему отопительному сезону в республике необходимо откапиталить не меньше 18 котельных, 7 километров теплосетей и 10 километров водопровода. Такие цифры были озвучены сегодня на заседании в правительстве. Готовность коммунальной инфраструктуры в разных городах и районах на сегодня оценивается от 5 до 12 процентов. Под это запланировано финансирование, которое защитили муниципальное образование. На сегодняшний день уже более 90 миллионов рублей в виде субсидий ушли по территории. То есть доведены лимиты для наших муниципальных образований. Проблемными точками остаются Сорск, Аскиз и Черногорск. Власти Хакасии продолжают переговоры с инвестором, который мог бы взять сферу отопления города угольщиков под свое крыло. Впрочем, глава Хакасии подчеркнул, как бы там ни было, Черногорск без поддержки не останется. У нас у правительства есть резервный план на случай, если договоренность с инвестором не будет достигнута и не будет введена единая ресурсно-набжающая организация, правительство готово выделить денежные средства на модернизацию сетей, которые не муниципальные. При этом обязательств с ресурсников банкротов никто снимать не собирается, заявил Валентин Коновалов. Ну, конечно, там в любом случае останется проблема с теми частниками, которые у нас в банкротстве. Но тут надо будет нам, конечно, совместно на них давить, потому что обязанность подготовки к зиме с них никто не снимал. Эксперты отмечают, региональная система ЖКХ переживает важные изменения. Так, к примеру, Минстрой Хакасии активно обновляет данные о схемах вода и теплоснабжения. Лупы преобразуют в казенные предприятия. Такая мера позволит урегулировать отношения с энергетиками, построить график погашения долгов. Виктория Титова, Аскар Артамонов, Андрей Даржун, РТС.